Диффузия как явление легко воспринимается по запаху цветов, наполняющих комнату, или по капле красочного красителя, растекающегося по жидкости. Давайте рассмотрим, как распределяется концентрация. Очевидно, что диффузия будет происходить от высокой концентрации к низкой, то есть вниз по градиенту концентрации. В любой точке Х будет наблюдаться диффузионный поток, который количественно определяется первым законом Фика. Где йод – диффузионный поток, соответствующий количеству молей, проходящих через единицу площади в единицу времени. dc на dx – это локальный градиент концентрации в точке Х, а d известен как коэффициент диффузии. Как правило, чем больше молекула, тем меньше коэффициент диффузии. Обратите внимание, что в формуле присутствует отрицательный знак, который указывает на то, что поток идет вниз по градиенту концентрации. Единицами измерения коэффициента диффузии является квадратный сантиметр на секунду. И обычно величина коэффициента диффузии находится в диапазоне 10-6-10-7 сантиметра квадратный на секунду при комнатной температуре. Почти для всех растворителей, встречающихся в альтамперометрических исследованиях, таких, например, как вода, ацетонитрил, диметилформамид. Исключением являются некоторые рядки ионной жидкости. Коэффициенты диффузии сильно чувствительны к температуре, и часто они подчиняются уравнению Арениуса. Здесь энергия активации диффузии. Гипотетическое значение коэффициента диффузии при бесконечной температуре. Т – температура. Эта температурная чувствительность подразумевает необходимость проведения термостатически контролируемых экспериментов. На практике закон ФИКа используется, например, для характеристики диффузии через биологические и другие мембраны. Чтобы применить его к клеточной мембране толщиной В, необходимо предположить, что толщина мембраны мала, так что преобладает стационарная диффузия. Что фазы раствора по обе стороны мембраны хорошо перемешаны в этой ситуации, где концентрация снаружи и внутри мембраны. Соответственно, поток диффузии определяется как «где» называется проницаемостью. Первый закон ФИКа предполагает, что поток определяется исключительно разницей концентрации в растворе и что нет градиентов электрического потенциала. В том случае, если диффузионные частицы не заряжены, наличие электрического потенциала не будет влиять на поток. Но если диффундируют ионы, электрический потенциал будет оказывать значительный эффект. Обычно в вольтамперометрии наличие достаточного количества фонового или вспомогательного электролита помогает устранить этот эффект. Устраняет значительное присутствие электрических полей в растворе, за исключением близких к поверхности электрода. Соответственно, материал переносится к электроду и от электрода за счет диффузии, а иногда конвекции. С другой стороны, когда фоновый электролит отсутствует, диффузия ионов может привести к потенциалам жидкостного перехода.